В эфире библейский портал Экзегет. Нам пришел вопрос, плохо ли быть космополитом. Космополитом в таком современном смысле, наверное, не очень хорошо. Потому что обычно в современном понимании космополит – это человек, который не любит свою родину, не любит свое отечество. Но в смысле первохристианском, так как понимали это первые христиане, это очень нам нужно. Вот апостол Павел говорит, вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Послание к Колосинам. Или послание к евреям. Не имеем здесь пребывающего града, но грядущего взыскуем. Отечество наше на небесах. Посмотрите, эти слова, они воплощались в житиях святых. Мы многократно встречаем такой сюжет в описании мученической контейны древних христиан, когда при допросе их спрашивают о имени и о отечестве. И они говорят, мое имя христианин, мы христоименитые люди. То есть главное имя, которым мы нарочены, это имя, полученное в крещении. Мы христовы. А откуда родом, спрашивали? Из небесного Иерусалима. Там наше отечество, мы туда вернемся. И мученики понимали, что, видимо, очень скоро. Конечно, это вызывало ярость у мучителей, это воспринималось как издевка. Но перед лицом смерти христиане говорили только истину и только о самом главном. А если вы спрашиваете нас, откуда мы на земле родом, то мы родом оттуда-то, оттуда-то. Вот это ощущение того, что жизнь наша здесь закончилась, а мы уже причастны к жительству на небесах, к тому городу, к небесному Иерусалиму, куда мы стремимся, оно очень живо было тогда, когда смерть могла оборвать жизнь христианина в любой день. Он мог быть предан на мучения. Там распят или усечен мечом, предварительно мог быть подвергнут страшным пыткам. Поэтому в этом смысле, да, наше главное отечество – это не Россия, это небесный Иерусалим. Но христианин – это человек, который любовь к небесному отечеству воплощает на том, что его окружает. Поэтому настоящий христианин – это человек, который любит свою родину. Это круг его любви. Так же, как он любит своих близких, так же, как он любит свою семью. И более того, апостол Павел говорит, кто своих наипаче домашних не печется, тот отрекся от веры хуже язычника. Я думаю, что человек неизбежно воспринимает свой народ, как один из кругов своих ближних людей. А тот, кто так не воспринимает, мне кажется, как-то немножко неправильно устроен духовно. Ну, я так смею предположить. Поэтому космополитизм в современном понимании, он, мне кажется, свидетельствует о некой ущербности человека. А вот такое христианское гражданство – вы сограждане святым и присно, и по-славянски. Свои Богу, говорит апостол Петр в своих посланиях. Вот мы сограждане святым – Сергию Радонежскому, апостолу Павлу, Серафиму Саровскому, Георгию Победоносцу. Наше Отечество с ними одно – Отечество Небесное, Небесный Иерусалим. Субтитры создавал DimaTorzok